Хоккейный клуб Прошла в Гороцей, которой команда Саров Инвест потерпела поражение со счетом 9-7 И сегодня вторая встреча Немножко расскажу Так В принципе проходила первая встреча Команда Саров Инвест выиграла после первого периода Со счетом 5-3 Но, к сожалению, в втором периоде счет сравнялся по 6-6 И в третьем периоде Хоккейный клуб Саров Инвест Не смог Достоять И, к сожалению, команда проиграла первую встречу Сегодня вторая игра И если хоккейный клуб Саров Инвест в этом матче проиграет То больше за медали хоккейный клуб Саров Инвест бороться в этом году Не будет и, собственно говоря, вылетает из плыва Итак, по составу мы играем сегодня в команде Немного расскажу Начнем мы, как всегда, с гостей сегодняшнего матча Итак, хоккейный клуб Спартака Номер 20-й Сорокин Михаил Номер 72-й Семенов Андрей Номер 4-й Сироткин Дмитрий Номер 5-й Александров Ярослав Номер 7-й Николин Павел Номер 10-й Лимонов Сергей 12-й Мокров Андрей 15-й Федяров Сергей 18-й Нигунов Владислав 40-й Ляпин Максим 61-й Лизий Алексей 65-й Грачев Сергей 21-й Ворошилов Антон 87-й Сула Артем 88-й Никитенко Андрей 89-й Козлов Михаил 91-й Голубев Сергей 95-й Шалаев Владислав Это хоккейный клуб Спартак Сейчас состав команды Саров Инвест Номер 1-й Малов Александр Номер 30-й Суровегин Алексей 7-й Емельянов Александр 12-й Малакеев Михаил 17-й Христаков Никита 18-й Коздор Игорь 10-й Поляков Константин 19-й Колотухин Евгений 23-й Еремеев Сергей 43-й Кнаток Вячеслав 37-й Кидосов Денис 44-й Калашников Андрей 52-й Лепнев Сергей 55-й Парфенов Владислав 57-й Савинкин Игорь 71-й Бабнев Сергей 87-й Селякин Ярослав 89-й Парфенов Вячеслав 91-й Зазнобин Руслан 77-й Шошин Владислав Кокейный клуб Сорок Инвест Защищает сегодня Алексей Суровегин А у команды Спартак Команду защищает Сорокин Михаил Номер 20 Опасный момент Сейчас у ворота Алексея Суровегина На это бросал Артем Сула Выводит шайбу Хоккейный клуб Сорок Инвест Из своей зоны Что касается Турнирной Четверки Пар Я сейчас Немного расскажу Итак На первом месте У нас Был хоккейный клуб Таншаева Они играли И играют Сейчас С командой С Дальнего Константинова Нет, наверное Прошу прощения С Сокольскими Медведями На втором месте Команда Держинска Она выступает С Дальнего Константинова Как раз таки И С Това Выступает С Павлова И хоккейный клуб Сорок Инвест Играет С Городцом Вот такие пары Вышли в плей-офф И борются За медали Первый матч Городца Конечно проходил Для Сорок Инвеста Очень удачно Начался Конечно В пользу Соровчан Но к сожалению В дальнейшем Не удалось Удалось Соровчанам Ставить преимущество За собой И Машка Как я уже говорил Закончится С отчетом 9-7 В пользу Хозяев Выигрывает Соровчане Вбрасывание Христаков Хорошая передача На дальнюю штангу И не попадает Сейчас Владислав Шошин По шайбе Он был очень хороший Передача на пятачок Кого там не было Шайба вновь В зону Вброшена Лапеев Подбирает Худву Хорошая передача На пятак Остается Там один Христаков К сожалению Попадает В створ ворот Просок Поворотом Сорокин Михаил Был готов К таким Развитиям Событий Под зону Парашютиком Владислав Шралаев Шайбы Своей зоной Выбрасывает И сейчас Опасный момент Просок Поворотом Мимо Перекладина Проходит Шайба Талашников Я так и не рассказал Что собственно Первую встречу Команда Таншаева Победила Что-то Сказать не могу Формации Не так достаточно В данный момент Команда Издержинска Также победила У команды Данила Константинова Павлова Проиграла Штолу На выезде И соответственно Вот Сорокинвест Первый Он тоже Проиграл Если хоккейный клуб Сорокинвест Сегодня Сможет выиграть У себя дома То Завтра В воскресенье Уже команда Отправится В городец Для того Чтобы Понять И решить Кто же все-таки Станет Победителем Итак Первый гол В воротах Хоккейного клуба Спартак Константин Поляков Отправляет шайбу В ближнюю девятку Сел уже На Колени Михаил Сорокин Был открытый Левый угол И Константин Поляков С хорошим броском Отправляет Первую шайбу В ворота Коккейного клуба Из городца Хорошее начало Шайбу Забросил Константин Поляков Номер Десятый Ассистировал Там Ярослав Селякин Ему Тоже неплохо Начинает пока Встреча Саров Инвест Первую шайбу В ворота Спартак Ну как видите Первая встреча Прошла Очень так Обильно 9 шайб Смогли забросить Сокийская Из Сарова И Ой простите Из городца И 7 шайб Саровчан То есть 16 шайб За встречу Это как бы Не очень-то И мало Просок Поворотом Ближний угол Бросал Сейчас Игорь Поздаф Не было На пятачке Никто не смог Подобрать шайбу Очередной бросок И Будет добивание Да Шайба в воротах Засчитает шайбу Или нет Сейчас Арбитр Встреча Непонятно Но по-моему Все хорошо Пока Игорь Поздаф Наверное Становится Автором Второй Заброшенной Шайбы Очень хорошо Начинают Саровчане Смотрим Что скажет Главный арбитр Видимо Есть какие-то Сомнения У него Ну вот Шайба Не засчитана Но будет Булит Но будет Булит С площади Ворот Видимо Игрок Накрыл Шайбу Шайба Не засчитана Так как Была заброшена После Свиска Штрафным Броском Наказан Сергей Филимонов Номер Десятый Команда А вот Сергей Филимонов Бросок Выполняет Сергей Клепнев Номер Наказывается Штрафным Броском И Сергей Клепнев Будет Исполнять Булит Посмотрим Что у него Получится Отличный Гол Отличный Просто И счет Становится 2-0 После Команда Спартака Накрыла Шайбу В площади Ворот И Был назначен Этот Страфной Бросок 2-0 Счет Становится Ворот Выводит Сорок Невес Шайбу Своей зоны Врат Брасывают Хоккеиста Шайбу В зону Соперника Шорт Он идет На подбор Передача На дальний Пятачок На Малафеева Но К сожалению Шайба Не доходит До него Врачи С шайбой Бросок Поворотом И Алексей Суравили Вступает В игру Проигрывает Соровчане Вбрасывание Бросок Поворотом Шайба Уходит В угол Точная Передача Но Атака Продолжается Соровчан Константин Поляков Очередной Бросок Поворотом Добивание Шайба Вновь Проходит Рядом Со штангой Да Хорошо Атакуют Соровчане Сегодня Передача На катачок Не выводит Соровчане Шайбу Пока Хорошо Это Уходит Можно сказать На таких Моментах И поплатилась Команда В выездной Встречи Передача На дальнюю Штангу Никого там Нет И шайба Выходит За пределы В зонах Хоккейного клуба Соров Инвест Вторая передача Выход 3-2 Обыгрывает Клепнев Выходит На ближнюю Штангу И третья Шайба В воротах Хоккейного клуба Спартак Абсолютно Один Оставался Руслан Зазнобин На дальний Штанг Отличный Пас Конечно От Игоря Поздова Увидел У него Там Одного Молодцы Соровчане Уже Соровчане Соровчане На площадке Никак Ходит по краю Ходит на пятачок И Содевает С ног Вратаря Две Две Минуты Две Этими действиями Зарабатывает Владислав Сосун В меньшинстве Соров Инвест будет играть Косок Поворотом Шайба Ходит в угол Разыгрывает Пятого Лайк Сосуровед На эту шайбу Очередной наброс Шайба Вновь Уходит В угол Не дается Пока Соровчану Шайбу Из зоны Выбросить Очередной Бросок И Алексей Соровец Шайбу Зажимает Проигрывает Соровчане Подбрасывание Вот это звено Конечно У Хоккейного клуба Краться Очень опасное Талашников Сосок Поворотом Выходит Шайба Выше Ворот Вот Еще немного Времени Соровчане Отыграли В меньшинстве Вновь Шайба Вышла Зона Хоккейного клуба Соров Инвест Шайба 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 Отдавал дальше на Филимонова. И шайба вылетает за пределы хоккейной площадки. Рассов поворотом и шайба в воротах хоккейного клуба Саров Инвест. Повторюсь, это уже несколько раз было видно, наиграно. Что Андрей Никитенко отдает передачу на Андрея Макрова, потому что его никто не перекрывает, как всегда. И шайба после броска на Андрея Макрова отправляется в ворота. Покинул клуба Саров Инвест. Отыграли одну шайбу в гости. Хороший проход в средней зоне. Воздух абсолютно один. И шайба в ворота. Никто не мешал ему. 4-1 счет становится. Очень быстро удается Саровчанам отправить еще одну шайбу в ворота гостей сегодняшнего матча. Счет становится 4-1. С передачи Сергея Клепнева номер 52. Записывать на свой счет еще и за передачу Игорь Клепнева номер 18. Игорь Клепнева номер 22. Тактически поработали. Мало что получается пока у бороца. Передача на пятачок. Никого там нету. Теряет шайбу в своей зоне. Продоление будет в состоянии. Таким образом, Саров Инвест. Вячеслав Парфен отправится на скамейку. И вновь Саровчане будут обороняться вчетвером. И вновь Никитенко, Голубик и Макроф. На площадке у городца. Трудной бросок. Передача на дальнюю штангу. И вторая шайба в воротах хоккейного клуба Саров Инвест. Похоже, как... Не знаю, с чем сравнить. Одно и то же. Одна и та же. Заброшенная шайба в мои глаза сейчас. Забросил Андрей Макроф, номер 12. Ну, Макроф один на дальней штанге. Команда Саров Инвест играет в полном составе. Передача не сопроходит. Мне вот такой же броска. Вообще всего шайба в воротах, оказывается. Точная передача. Брошена шайба в зону хоккейного клуба Саров Инвест. Сильный через борт отправляет ее Евгений Платухин. Размобен. Просок поворотом. Нужно добивать. И Сергей Клепнев будет там уже на стреатаке, но... Уже не успевал. Шайба мина полетела. Меняются Саровчане. Брошен шайба в зону. Стаков идет на подбор. Вот так вот. Среднюю зону отдает на Шошина. Чуть-то точнее сейчас отдавал передачу на Малахеева. Хороший силовой прием. Чуть-то больше трех минут остается до чистка, который расскажет вам. Первый тайм уже завершен. Алашников проходит как нож в масло между двух защитников. И очередное удаление будет в составе Спартака. Спартака теперь за задержку соперника малым штрафом наказан Артем Сула, номер 87. Артем Сула, номер 87, отправляется за задержку соперника Клюшкой. И Саровчане в большинстве будут. Хорошая возможность забросить еще одну шайбу. Появляется у Клуба Саров Инвест. Холиков проходит в среднюю зону. Оставление на Селякина. Кидосов, Куликов. Снова Кидосов. У него Селякин. Пока без бросков. Вот первый бросок был. Кидосова и шайбу после броска. Выбрасывают хоккеисты с Граца из своей зоны. И придется с Саровчаном начинать атаку заново. Лякин проходит в среднюю зону скорости. В обыгрыш. Бросок поворотом. Сходит с крюка. Шайба. Неудачная передача. И один в один выходит автор уже двух заброшенных шайб. Алексей Суровегин отлично отыграл сейчас. Спасает свою команду опущенной очередной шайбы. Да, это могло нехорошо сказаться на счете. У меня преимущество сейчас, если пропустить шайбу. Все становится очень скользким. Да, не удалось сейчас Мокрову залить уже Алексею Суровегину. Клатухин. Передача на Коздува. Встать Клатухин. Бросок поворотом. Можно добивать. Между коньков пролетает шайба у Клепнева. Спартак играет в полном составе. А хоккеисты из Спартака уже... Из играться уже в полном составе. Время. Мощиства. Клатухин. Шайбу через дальний борт выбрасывает. Шошин абсолютно один. Поточнее бы передачу. Шошин. По средней зону обыгрывает защитников. Захлебнулась атака. И проброс фиксирует Лайцмена. В зоне хоккейного клуба «Саров» инвестор. Хорошая атака может получиться у саровчан. Дошла передача до Шошина. Переход. Сейчас перехватит шайбу. Сула. Рассок поворотом. Выше проходят штанги шайба. Саровчан выбросит шайбу в среднюю зону. И закончился первый период. Продолжение следует. Продолжение следует. Рассоakov. Расс Посел Dev iron. Продолжение следует. Продолжение следует...